Добрый день! Вы на канале Family Ease. С вами я, Данилюк Елена, и сегодня мы поговорим о праздниках и традициях. Я все чаще слышу, что современный ритм жизни заставляет нас порой забывать о семейных праздниках, традициях, даже таких как Новый год, Рождество. Мы все чаще начинаем покупать подарки на бегу, все чаще отказываемся от домашней выпечки, от подготовки к праздникам, приглашаем специальных дизайнеров, поваров, покупаем блюда к столу в специальных ресторанах и забываем о том, что именно подготовка к праздникам, именно вот это вот ощущение того, что скоро наступит какое-то волшебство, дает нам не просто иммунитет в жизни с детства, а дает нам настоящую опору, целостность семьи и определенную защиту для нас и наших детей. Человеческая психика так устроена, что мы все родом из детства, и какими бы мы взрослыми себе ни казались, мы все равно остаемся маленькими детьми, которые помнят ощущения нашего дома, помнят мамины руки, помнят ласковые моменты и особенно помнят праздничные дни. И раньше было принято, что люди готовились, да, были целые ритуалы, традиции, когда вся семья задолго до начала праздника покупала какую-то специальные продукты, формировала список блюд, все приглашали гостей, собирались за большими, маленькими, совсем маленькими столами в коммунальных кухнях, иногда и такое было. И все вместе это давало нам ощущение того, что жизнь прекрасна, что у нас есть силы продолжать двигаться дальше. И для маленьких детей это давало ощущение опоры. И потом вырастая, когда взрослый человек уже становится серьезным, вот это вот ощущение семейности, ощущение традиции, ощущение того, что мы знаем, что в любой момент нам есть на что опереться. В самой трудной ситуации мы можем вспомнить вот эти детские моменты счастья, понимание, что ради нас кто-то бежал, там прятал подарок под елку для того, чтобы мы нашли его и поверили в чудо, в Деда Мороза, что обязательно перед определенным праздником будет на кухне витать запах наших любимых блюд. И вот эти все вещи в нашей психике складываются как одна большая опора, то, что нас связывает с нашей семьей, с нашим родом. Потому что если человек не опирается на свою семью в хороших, позитивных моментах, а традиции и особенно проведение праздников, это именно те позитивные моменты, которые больше всего запоминаются детям и впоследствии взрослым, то люди начинают искать негативные моменты, которые их объединяют с родом. Да, это какие-то негативные черты характера, которые передаются. Иногда это бывают болезни какие-то. Часто люди верят в то, что там вот у них в семье есть какие-то определенные моменты, когда люди болеют теми или иными заболеваниями. Поэтому очень важно сформировать правильные и позитивные традиции, которые объединят род и семью. Я хочу сразу сказать, чтобы мы не пугались, потому что, да, у нас новое поколение, очень многие уже другие. И это не значит, что мы должны листать там еще царские рецепты с кулинарными книгами, да, и выискивать какие-то трехэтажные пироги, печь с ужасом, становясь возле духовки. Каждый может придумать свои традиции. И даже если у вас есть традиция на Новый год или на Рождество, уезжать в новую страну или проводить обязательно праздник вне дома, то это тоже традиция. Но не забывайте, пожалуйста, подготовиться к празднику и дать своим близким ощущение, что ради них вы старались, что вы что-то делали вместе. Особенно для детей. Вот эта общность, понимание, что я причастен к чему-то большому, светлому, радостному, оно дает ощущение сплоченности семьи, дает ощущение, что мы одна команда. Очень часто бывает, что в празднике, особенно если в семье приняты определенные мелкие, маленькие традиции, они сплочают семью, когда наступает кризис между мужем и женой. Вот эта совместная подготовка, бережное отношение к подаркам, которые куплены ребенку, может быть иногда там в ущерб какой-то крупной покупке в семью, да, или какое-то желание пригласить родственников всех вместе за стол. И когда ты понимаешь, что несмотря на то, что может быть отношения сейчас там между родителями не совсем какие-то мягкие, да, но все равно вторая половинка идет на уступку, и отношения за столом становятся лучше, добрее, теплее, не забывайте, пожалуйста, об этих вещах. Также стоит помнить, что запахи имеют колоссальное воздействие на нашу нервную систему. И поэтому, если у вас есть какие-то семейные блюда, то обязательно готовьте их вот в одни и те же праздники. И вот эти ароматы, они дают ощущение человеку защиты, ощущение умиротворения, проходят стрессы, ну, своего рода такая ароматерапия, которая подсознательно связана с ощущением счастья и прекрасных моментов жизни. Привлекайте обязательно детей к готовке. И пусть у вас не будут рецепты получаться такие, как идеальные картинки в Инстаграме. Пожалуйста, не думайте об этом. Помните, что самое важное – делать что-то вместе. И стоит всего лишь смешать несколько ингредиентов – ваниль, корицу, да, может быть, кто-то любит гвоздику, кому нельзя корицу. И аромат печенья, самого обычного песочного печенья, слепленного всеми вместе, на кухне, может быть, даже перед самым праздником, если мама на работе и куда-то спешила, он даст вот это чувство семьи, чувство того, что у нас все хорошо, что мы вместе, что несмотря на какие-то мелкие раздоры, ссоры, может быть, непонимания иногда, у нас есть что-то общее. И да, конечно, есть хорошее правило о том, что крепче становятся те семьи, которых объединяет не просто громкое слово «любовь», а какие-то общие интересы, да. Когда люди вместе занимаются спортом, еще лучше, когда у них есть какая-то там миссия в жизни, они оба увлекаются определенным видом искусства. Но не часто так бывает в современной жизни, ведь правда, очень часто у нас разные профессии, разные интересы, и когда отношения портятся, нас иногда почти ничего не связывает, и люди просто теряют интерес друг к другу. И вот праздники – это как раз еще один момент, когда можно наладить отношения. Потому что именно вот эти вот точечные дни, когда мы все вместе, когда ради детей иногда, ради того, чтобы как-то не показывать родственникам, что что-то происходит, мы садимся за общий стол, мы вместе готовимся, мы делаем друг другу какой-то приятный подарок, и все становится на свои места. Сглаживаются острые углы, дети успокаиваются, и семья переходит на какой-то новый этап. Я не говорю, что празднования Нового года или Рождества способны решить любые конфликты, но я хочу сказать, что не машите рукой и потратьте немножко сил на то, чтобы сделать приятное своим родным и близким в меру ваших возможностей. Вырежьте вместе снежинки, придумайте свои традиции, если у вас молодая семья, которые будут вам приятны. Испеките какое-то самое легкое праздничное печенье, или сделайте совместно какой-то необычный салат, который будет именно вашим семейным рецептом. Создайте в вашей семье тот иммунитет, те скрепляющие механизмы, которые помогут вам опереться на них в трудную минуту и вспомнить радостные моменты. Помогите своим детям связаться с вашим родом и с вашей семьей позитивными традициями. И таким образом вы навсегда сформируете хорошую положительную связь ваших детей с семьей. А это, поверьте, дорогого стоит. Я желаю вам всем светлых праздников, вкусных застолий, хороших взаимоотношений, любви. И пусть в наших сердцах всегда будет место для большого маленького чуда, потому что человеком всегда происходит то, во что он верит. Оставляйте комментарии под этим видео, какие традиции есть в ваших семьях. И, возможно, для кого-то это станет помощью, таким хорошим подспорьем для создания своей новой семейной традиции. Подписывайтесь на наш канал. А в новом году мы постараемся раскрыть для вас еще больше интересных и важных тем.